У нас с женщиной будут ходить добывать ресурсы и таскать брёвна в лагерь. А парни у нас будут сидеть в лагере, кипятить воду и варить суп. Такие амазонки сибирские. Сергей Иванов, ты должен сварить просто отличный, вкусный, наваристый супчик. О, можем обкуриться теперь. Пегаси, у нас первый инструмент есть. Не омоляю вас, помогите мне. Завтра мы должны вернуться туда, искать петрушу. У нас полностью матриархат установился. Приветствую тебя, мой друг, ты на канале Генераля. Меня зовут Виталя. Это слово Help Will Come Tomorrow, что переводится как помощь прибудет завтра. Мой друг, игра, игра просто заиграла новыми красками. Она стала гораздо более увлекательней, интересней, занимательней, потому что наконец-то мы разобрали, что нужно делать, от чего зависит регенерация очков. Очков в действии, баллы в действии, как убирать их негативные статусы, как взаимодействовать между ними, как что крафтить, как что делать. Ты смотри, мы сделали им меховые пастилочки, мы сделали им костер. Я как-то в прошлой серии даже не обратил внимания. Ты смотри, у нас здесь котелок висит на костре. Мы не можем делать воду, мы удовлетворяем их потребности, ну практически многие потребности удовлетворяем. Мой друг, мы теперь, мы теперь просто обязаны выжить. У нас такой отличный, отличнейший просто старт получился, просто классный. Перехлаждение там будет у Софьи Петровны, перехлаждение. Но это мы добавим огоньку в костер, и никаких перехлаждений, я думаю, у нас не будет. Кстати, мы можем, можем плесень сжигать, потому что... О, уже все, перехлаждения нет, 45%. Ну, можем еще даже добавить плесени. А, кстати, так даже удобней. Все отлично, видишь, мой друг, мы справились с перехлаждениями, никто из них не замерзает, на следующий день тоже никто не замерзнет. Так, нам главное, самое главное, мой друг, сейчас не совершить никаких ошибок. Нам главное сейчас не затупить и максимально эффективно так же дальше продолжать развиваться. Давай мы для этого очень бережно сейчас подойдем к вопросу того, что нам делать, потому что, на самом деле, у меня просто мысли разбегаются. Мы можем делать все, что угодно. Мы можем тут делать им укрытие, чтобы они спали. Мы можем делать, как он там называется, постель, где их можно лечить. Нам, как бы, лечить надо, да, одного, одного ранения руки. Нам мастерскую можно здесь сугроб убрать, сделать. Нам можно еду готовить. Нам можно и нужно ходить в рейды. О, смотри, кролик пришел, мой друг. Вот, опять же, мы можем кролика здесь добыть. И вообще нам нужно бы сходить, конечно, полутать еще поезда, потому что нам ткань нужна везде в крафтах. И вообще нам все нужно, нам очень всего нужно. У нас мало хвои, мало палочек, считай, что и нет вообще. Очень мало всего. У нас, получается, мало топлива, да? Мы, друг, мы можем столько, столько, столько всего делать, но у нас нет столько очков в действии, чтобы мы все это могли делать. Поэтому сейчас нам нужно абсолютно вдумчиво подойти к этому процессу и все сделать правильно. Поэтому сейчас, возможно, эта серия тоже будет довольно медленная в плане того, что у нас мало дней будем проигрывать за серию. Но это потому, что я не хочу сейчас совершить никакую ошибку, мой друг. Нужно все вдумчиво подумать, просчитать и сделать, чтобы мы выжили. Потому что сейчас цена ошибки очень-очень-очень высока будет. Так, что мы имеем в Доно? В Доно мы имеем то, что у нас Софья Петровна наша имеет характеристику внимательной, да? Она, соответственно, находит дополнительные ресурсы во время сбора и исследования. Соответственно, она идет в рейды. Значит, мы ее очки не будем тратить здесь, в лагере. Она у нас будет ходить в рейды. С кем она будет ходить в рейды? Наверное, будет ходить она в рейды с тем, у кого отношение к ней самое максимальное. А, кстати, подожди-ка, у нас Мария, она революционная. А, они в прошлый раз ходили вместе, но они из разных лагерей, да? Ну, кстати, у них отношения хорошие друг к другу. Посмотри-ка. Может, как раз из-за того, что они ходили вместе в тайгу? Ну, как бы, да. Слушай, а их и надо, наверное, вместе отправлять. Окей. Женщины у нас дальше продолжат ходить в рейды, значит, тогда. У них, как бы, неравное количество очков. Но это все равно, мне кажется. Там, пофигу. Мы их вдвоем будем отправлять. Во-первых, у них грузоподъемность будет больше. А, во-вторых, тогда меньше шанс, что они заблудятся. Всякие там события не будут срабатывать негативные и прочее. Будем их вдвоем отправлять в рейды. То есть, у нас такое общество матриархата здесь установилось, мой друг. У нас женщины будут ходить, добывать ресурсы, таскать бревна в лагерь. Добывать там дичи ловить. Убивать там. Охотиться будут. Такие амазонки сибирские. А парни у нас будут сидеть в лагере, кипятить воду и варить суп. А, блин, классно как. Ну, а что делать? Придется так. Ну, даже не то, что значит придется. Да нормально это. Да нормально. Суровая действительность. Женщины амазонки. Мужики тут, блин, варят суп сидят. Ну, а что делать? У них, видишь, у Софьи Петровны наша отличная характеристика для того, чтобы ходить в рейды. Окей, значит и будут они ходить у нас в рейды. Значит, соответственно, сейчас их очки не тратим. Я предлагаю, что, наверное, надо все-таки их накормить и напоить всех. И потом они пусть идут в рейд. На тот случай, что если они вдруг там все-таки у нас заблудятся или попадут в какую-то неприятность, чтобы они не с этими негативными статусами там не оставались в тайге, а оставались уже без них. То есть, соответственно, я предлагаю, наверное, день всегда начинать с того, что мы кормим, поим всех, а потом уже отправляем в рейд, да? Чтобы они с меньшим количеством вредных статусов уходили в рейд, на всякий случай. Так будет лучше. Соответственно, у нас есть тогда 5 очков действия. Нам нужно приготовить воду, нужно всех поить и нужно всех кормить. Так. У нас тут почему-то еще кальчество костра, кстати, очень сильно уменьшилось. У нас там полтинник был или даже больше. Это, наверное, скорее всего, из-за того, что я временное решение строил, эту, горшочек. Так, а как я могу, кстати, его перестроить на солидный горшочек? Компонент уже построен. В смысле? Ну, смотри, гриль я могу выбрать, солидный или временный, а горшочек... Ха-ха-ха, горшочек уже все, да? А-а-а, то есть я его только один раз могу строить, да? Или временный, или солидный. И все, а я потом не могу перестраивать? А почему так сделано? А я могу как-то разобрать его, я не знаю. Так, ремонт у нас есть. А, подожди, ну а может действительно ремонтировать нужно? А что нужно на ремонт? Может у нас действительно сломался? Там у нас что-то в обучении говорилось про то, что типа там что-то сломалось. А, смотри, действительно, смотри-ка, у нас добавилось здесь качество костра. А, то есть он действительно у нас сломан? А-а-а! Так. Ну, окей, у нас кто-то, по-моему, ты специалист у нас по этим, что-то там... По строительству. Так, ну там хвою. Так, а есть разница, какие материалы будут добавлять, камень или хвоя? Ну там числовое не показывает значение. Вроде нет никакой разницы, да? А если, например, не хвою, а дерево, бревно целое запихну? Нет, разницы никакой, да? По крайней мере... При починке. Давай-ка починим, там всего одно очко действия. Повысим костер, этот, качество костра нашего. Энструмента у нас по-прежнему нет. Я, правда, не знаю, что это добавляет. А, смотри, можем еще его чинить. Отшельник. Этот персонаж любит действовать в одиночку. Когда он выполняет более масштабные действия в одиночку, он повышает свой боевой дух. Да? Круто. А, смотри, можно дальше ремонтировать костер. А вообще, нам, ну, может, на соточку надо отремонтировать его, я что-то не понимаю. Так, а дальше что нам нужно? Еще два, две конструкции, да? Одно очко действия. А, нет, давай мы пока на этом остановимся. Сколько у него качества? 61%, отлично. То есть, подожди-ка, я скрафтил временный горшок, и все, я теперь перекрафтить не могу его, да? Разобрать как-то я могу его? Построить новый? Нет. А-а-а, значит, нужно более внимательно к этому относиться. Так, а вот я не понимаю, тут не видно, добавляет что-то? А, это вещь, наверное, ресурсы надо накидать, да? Наверное, потому что недостаточно очков у него. Не вижу, так, 61. А, вижу теперь. А если временное я выбираю, то сразу там, там плохо, правда, видно, но видно, уменьшилась полоска. Как бы, вероятно, да? А, то есть, она останется так же, если я построю солидное, а если временное, то уменьшится. Где-то, где-то до полтинника. Так, окей, ладно. Пока так костер оставим. Может, его вообще время от времени нужно чинить? Он как бы изнашивается, возможно, так. Надо понаблюдать за этим, не совсем понятно, как это работает. Так, в общем, у нас осталось два тыловика с двумя очками действия, у каждого четыре очка. Так, нам нужно приготовить воду, и нам нужно сварить суп. Будем варить какой-нибудь суп. Там мы смотрели вкусный суп, да? Овощной суп, приправленный местными травами, улучшает пищеварение, повышает боевой дух. Ну да, кстати, почему бы нет? Три воды нужны, плюс. Им нужно четыре воды, чтобы их напоить. Это, соответственно, нам трижды придется воду делать. Так они все очки сейчас истратят. Как раз. Приготовят трижды воду, и сготовят суп. Еще неизвестно, супа хватит ли на всех. Вот в чем проблема. Так, а что добавляет большой фильтр для воды? Существенный фильтр позволяет получать больше... Вот, больше питьевой воды, отлично! Тут даже нарисовано капелька и плюсик. Ой, мой друг, так, а мы можем это сделать? Подожди-ка, мы сэкономим кучу гигантскую просто очков действия. Мы сейчас сразу накрафтим там 10 воды, я не знаю, или сколько. Мы сэкономим кучу очков действия, у нас останутся еще очки на что-то другое. Мы лучше мы сейчас потратим один раз их на строительство фильтра этого, а потом мы будем постоянно экономить. Так, 5, 6, 6... А, как раз 6 добавляет холст, отлично, он как раз идеально туда вставляется. Так, кстати, у нас что по материалу? Ну, материал как бы у нас пока есть, но лучше, конечно, лутануть, наверное. Так. Кстати, немножко уменьшилось качество, когда я второго персонажа добавил. То есть, если делает один персонаж, то качество останется таким же, 61. Там очень плохо видно, на самом деле, но чуть-чуть я вижу, там уменьшается немножко. Так, мы тебя точно езать не будем. Но нет, мы будем двоих персонажей использовать в любом случае. Кстати, просадку он получит только этот чувак на минус 5. То есть, чуть-чуть качество сейчас уменьшится. Давай делаем солидный фильтр для воды. У нас все есть. Было 61. Сколько сейчас получится? Кстати, отношение остальных улучшилось к ним. 58. Не проблема, на 3 очка всего лишь уменьшили. Так, а если мы, например, ремонтируем, сколько мы поднимем? Ну, много, почти, чуть ли не в сотку поднимем. Ага. То есть, время от времени, вероятно, надо будет ремонтировать. Так, сколько теперь мы воды можем приготовить? Да, чувак, будешь ты у нас готов к сейчас заниматься. Я надеюсь, ты воды приготовишь достаточной для того, чтобы напоить и потом суп приготовить, накормить всех. Так, а это там же, да, находится? То есть, я просто фильтр сделаю. Кстати, я не вижу, чтобы он сильно изменился. По-моему, там еще одна тряпочка добавилась. По-моему, две было сейчас, три стало здесь на растяжке. Неважно, давай. Иди сюда, давай. Чуть-то побыстрее уже начнем играть. Вроде как подразобрались. Ой, 6 воды сразу. О, отлично. Ну, давай сразу суп приготовим. То есть, воды, в принципе, всем не хватит, да? Давай суп готовить сразу. Сейчас будем смотреть, что у нас получится. Так, можно зверобой добавить. Трава 2. Но нам трава 1, там, видишь, один кружочек. Значит, можем съедобный корешок добавить и сэкономить. А, и здесь тоже съедобный корешок. Потому что фасоль 2 единички добавляет, а нам там нужна лишь одна. Подожди-ка. А есть блюдо, где по 2, там, нужно. Ну, да, вот здесь 2 травы нужны. Травяной чай. Проходит при простуде, расстройстве желудка. У нас нет ни простуд, ни расстройства желудка. При простуде, расстройстве желудка тоже нам это не нужно. Яиц у нас нет. Жир еще какой-то нужен. Овощной суп поднимает боевой дух, уменьшает замерзание. Ну, тут 4 воды нужно. У нас и так воды не хватает на всех. Тут мясо нужно. Все, окей. Значит, вкусный суп это наш выбор. И будем делать его тупо из корешков. У нас, видишь, корешок одновременно является и травой, и овощем. Поэтому и туда, и туда можно добавить. И нормально 10%. Давай. Давай, чувак. Сергей Иванов, ты должен сварить просто отличный, вкусный, наваристый супчик. Всего лишь x3, да? А мы можем как-то увеличить выход еды. Гриль. Разблокируй действие. Коптить мясо. То есть мы коптить сможем. А, то есть, наверное, сможем делать еду, которая долго не портится. Копченая еда, она же как бы дольше хранится, чем там вареная или жареная. Так, все, у наших тыловиков закончились очки действия. Ну, вроде как, что-то они приготовили тут. Так, вода. В первую очередь даем нашим женщинам. Они у нас в первую очередь должны пить, в первую очередь есть. Она остаточная уже мужчинам. Нет, на самом деле, подожди-ка. У нас нет грибов, да? Но грибы мы сможем найти. Мы, женщины, сможем покормить и грибами прекрасно. Как раз по грибку каждый и нормально. Они сейчас пойдут в рейд, найдут там грибы и мы... Да я сразу в рейд их покормлю. Я же могу там прямо на месте кормить, на карте их. Так, а тогда суп, соответственно, все-таки вам отдадим. Ты у нас вообще очень сильно голодный. Ты у нас голодный. Да, кстати, убирает, смотри, со среднего голода, с желтенького, просто в ноль. Суп очень сильно действует, очень классно, очень хорошо. Так, можно кого-то из вас напоить. Тебя, либо тебя. Это уже сильная усталость. Так, еще один суп остался. Ладно, дадим суп тебе. Страждущий очень сильно. Так, что у них по боевому духу? Я, кстати, не посмотрел. Там было написано, что суп дает боевой дух, поднимает. А сколько у них было, я не посмотрел. Ну, у них нормально боевым духом у всех. По 60. Вот этой 49. Ну, мы суп не давали ей. 55. Нормально, пока живем. Кстати, я так не посмотрел. Это кто? Этот у нас нейтрал. А я что-то думал, что он коммунист. То есть у нас получается аристократ. Революционер. И два нейтрала. Так, как тебя зовут, кстати? Григорий Дмитриевич. Григорий Дмитриевич. Надо запомнить. Так, 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 так. Вода одна осталась, единичка воды. Дадим. Дадим ее. Дадим ее тебе, ладно. Мы в прошлой серии тебя очень сильно обделяли, чувак. В этой серии мы тебе, вот видишь, и супчик дали, и водичкой тебе напоили. Супчик дважды даже дали. Двойную норму тебе. А женщины у нас будут грибки кушать. Так, и следующее, что нам нужно будет сделать, это, естественно, конечно, чтобы они спали, да? Возможность им спать. Так, рана у тебя там серьезная. Здоровье каждую ночь теряет. Перевяжите рану в карантине, иначе через некоторое время в нее попадет инфекция или разовьется некроз. О, господи, боже мой, он еще умрет. Нет, нам надо идти в рейд. Там два очка целых придется тратить на постилку, а потом еще какие-то покрытия, изолированная постель, одеяло, нары, чтобы они там кучей все спали, да? Нет, нам надо в первую очередь в рейды пойти, налутать всего. О, почему? Да потому что у нас сейчас погода хорошая, легкий снежок, потом у нас какой-нибудь пойдет ураганный снег там и так далее, потом уже не сходим в рейды, вот тогда мы будем заниматься дома, сидеть, крафтить там, перекрафчивать все. Я как бы, получается, не совсем правильно, наверное, делаю и отправляю, получается, аристократа с коммунистом в лес. Ну, у них вроде как самые лучшие отношения среди всех между ними, наверное, потому что они уже ходили в рейд. Что ж, пусть идут еще. Вы нашли след диких животных на одной из зон. Чтобы поохотиться на нее, войдите в ее зону, но помните, что без соответствующего снаряжения поймать ее будет очень трудно. В случае неудачи дичь убежит в другую зону. Дикие животные, как и ренегаты, могут дневно передмещаться. Нет, пока мы не будем, кстати, охотиться. В принципе, в принципе, ты видел, как я корешками поднял им? Утолил голод, вообще отлично. То есть, в принципе, нам корешков можно лутывать и нормально. Так, здесь мы холст добывали. Надо еще нам ткани холста. Так, здесь мы не были. Кстати, написано, холст немного. Палки средний, холст немного, мох средний. Ну, кстати, очень много добыли холста в прошлый раз. Но это, наверное, потому что у Софьи Михайловины наша способность сработала на обыск. Так, здесь мы везде были, да? Давай теперь сюда сходим, где мы не были. Остальные вагоны облутаем поезда. Мы будем знать, что здесь вообще находится. О, отлично, смотри, еще 4 холста, 6 сигарет. О, можем обкуриться теперь. Так, грибы не нашли. Черви нашли. Нет, я лучше поищу грибы. Так, здесь мы не были. Рискованный, рискованный. Давай рискованный. Кстати, видишь, заметно, как сложность другая. У нас нет ренегатов еще до сих пор на карте. А в прошлый раз у нас уже тут везде все было. Так, давай обыскиваем. Ой, 5 глины нашел. Представляешь, мой друг, блин, а мы временный котелок крафтили. Могли бы сейчас сделать нормальный. Две тряпки, очень мало тряпки. Очень много камней, отлично. Камни нам нужны для крафта всякого построек, я имею ввиду. Ой, вот ренегаты, смотри-ка. Вблизи вашей экспедиции находятся патрули ренегатов. Лучше избегать непосредственной встречи. Если ваша экспедиция войдет в зону, в которой прибывает патруль, или он сам наткнется на вашу экспедицию, появятся события, связанные со столкновением. Ренегаты, как и дичь, могут ежедневно изменять свое положение на карте. Они могут перемещаться, вот, когда я перемещаюсь, как бы, или нет? То есть, если сейчас я останусь лутать в ту зону, он может переместиться ко мне? Или они только в конце дня, как бы, меняют свое местоположение? Вот немножко непонятно. Так, лом, бинты, перевязка для любого кровотечения. А, ну у нас там не кровотечение у Григория, у него просто рано. Водка. Блин, ну, честно говоря, такие, такое себе мы понаходили. Хотя, не знаю, бинты, возможно, очень-очень полезные будут. Бинты немного. Так, окей. Здесь мы были... Здесь много сигарет почему-то в лесу. А, собственно, в принципе, получается, мы весь поезд, как бы, обыскали, да? Здесь все, здесь все, здесь все, здесь все, здесь все. Так. У них еще есть два очка. В принципе, в принципе, мы сейчас можем вернуть их в лагерь. И использовать эти два очка во благо нашего лагеря, например, что-то построив. Либо мы можем продолжить наши экспедиции. Давай, наверное, продолжим. У нас еще есть место, куда помещать что. Так, сюда, то есть, входить нельзя. А, ну давай сюда войдем. Я хочу найти все-таки эти грибы уже какие-нибудь. Так, очко одно потеряли. Какие-то такое ощущение, какие-то поля вспаханные. Ой, что-то случилось. Труп, труп в болоте, господи. Я думал, это мы уже в болоте утонули. Нет, это мы труп нашли в болоте. События это особые моменты в игре, которые могут появляться в случайные моменты игры. Они могут быть следствием диалога в истории персонажа и критического боевого духа персонажей. Находок на карте или столкновений с ренегатами или дикими животными. События могут относиться к одному или нескольким персонажам. В этом месте находится портрет главного персонажа, к которому относится описание текущего события или является лицом, принимающим решения. Дополнительные персонажи, участвующие в событии, показаны в виде портретов, размещенных в линию под названием события. То есть, для нее это главное событие, а этот второстепенный персонаж, да? Во время события или вследствие принимаемых решений могут появляться изменения в отношениях статуса, баллов жизни, боевого духа персонажей и так далее. Во время событий вы должны будете делать многократный, часто трудный выбор. Некоторые из них могут потребовать соответствующих трейдов или наличия в снаряжении персонажей или лагеря особых предметов, чтобы можно было их выбрать. Нифига себе. Болото на вашем пути широкое, топкое и коварное. Оно покрыто тонким слоем снега, поэтому на первый взгляд создает впечатление приятной полянки. Исследуя глубины болота с помощью палок, вы видите, что то, что вы изначально принимали за черный, покореженный сук, торчащий из трясины, на самом деле человеческая рука. Вы обходите топкий участок, пытаясь подобраться к трупу, но это слишком опасно. По ремню с боеприпасами и заболоченной одежде вы приходите к выводу, что это должен быть один из ренегатов. Кажется, чтобы не имел этот неудачник на себе, это останется его собственностью навсегда. Разве что вы вернетесь сюда с чем-то, что позволит вам перемещаться по болоту, не проваливаясь. Окей, мой друг, а не можем ли мы там найти огнестрел на нем? Боеприпасы на одежде у него, по идее у него ружье какое-нибудь с собой должно быть, да? Винтовка. Фух, мой друг. То есть, видишь, игра нам подсказывает, что сюда нужно будет нам вернуться с чем-то, что позволит нам ходить по болоту, не проваливаясь. Снегоступы. Мы можем здесь снегоступы делать какие-нибудь, крафтить? Это надо в мастерской смотреть. На снегоступах, соответственно, мы сможем пройти по болоту, и оно же как бы не совсем уж такое растаявшее, оно у нас немножко подмерзшее, поэтому я думаю, на снегоступах мы спокойно пройдем. Так, даже задание какое-то появилось, смотри. Ась! Мой друг, я не знал, что это так нужно. Ну да, действительно. Сделайте снегоступы и проверьте тело в болоте. Мой друг, я чисто угадал. Так, а я могу это обыскать? Эту территорию? Так, мох, камни. Есть, отлично, два грибка нашли. Нам это именно и нужно. Так, я могу применять грибы здесь, в пути. Так, как так покормить тебя? Нет. Так. То есть я не могу, или как? А зачем там можно снаряжать их чем-то в путь, если они не могут есть? То есть здесь в пути я не могу применять предметы на них? Ну да. Может быть вот так? А, нет, это я открываю характеристики ее. Кстати, у нее добавилось тут. Софти Бут... А, вообще переписалось по-другому. Софья Бутенева родом из Одессы и якобы помнит еще войну, в которой Россия сражалась с Османской империей. Она утверждает, что достаточно повидала за свою жизнь и смирилась с неизбежной смертью. А, смотри, здесь открылся какой-то ромбик один. Один из трех. А, то есть нам трижды нужно, чтобы она свою историю рассказала, видимо, у костра. И тогда мы полностью ее историю откроем. А что нам это даст? Интересно. Так, отлично, мы нашли грибки. Одну очко действия осталось. Можем, конечно, поисследовать. Можем, конечно, поисследовать. А нужно ли? А нужно ли? Нет, наверное, давай мы вернемся... Давай вернемся в лагерь и лучше что-нибудь там сделаем полезное. Смотри, сколько нашли всего. Так. Вонючий торфяник. Вонючий торфяник. Так, кормим вас. По грибочку вам. Опа. Не наелась, кстати, жалко. Опа. Блин, тоже не наелась. Не хватило, блин. Не хватило им. Какая жалость. Какая жалость. Так, тебе можно перевязать этим бинтом? Где у нас бинт? Ой, у нас он в инструментах. Нифига себе, у нас первый инструмент есть, бинт. А, да, можно... А, можно на любом использовать. Так, ну, он останавливает кровотечение, судя по описанию. Перевязка для любого кровотечения. А у него нет кровотечения. У него нет кровотечения. У него ранение руки. Но не кровотечение. Поэтому... Да, здесь написано, что нужно в карантине за ним поухаживать. Так, иди-ка сюда. Мария, или как там тебя зовут? Маша. Машенька. Приготовьте-ка нам свежие водички. Как бы и впрок пусть будет. И вообще, как бы, да. Давай, все равно, что нам делать тут больше? Ха-ха, мой друг. Мы же вообще прям хорошо так выживаем. У нас с жаждой Сергей. Давай мы его напоим. Так, по идее, вам можно попробовать червей дать еще, да? Но это может плачевно закончиться. Я уже с грибами кормил. Нет, останетесь с голодом. Короче, будет по два очка у вас действия. Значит, на следующий день у тебя два будет, а у тебя будет три очка действия. И на следующий день тогда, вероятно, уже будем крафтить укрытие. Так, костер нормально, никто не перехлаждается. Всех напоил, всех накормил. Очки действия закончились, завершились. Завершаем день. Ха-ха, мой друг. Как мы уже уживаем. Давайте поговорим с ренегатом. Так, выступление. Давайте проверим дрезину. Ммм. Ммм, кстати, да, а я, кстати, сейчас там был, у последнего вагона. Если бы у меня этот был запущен квест, ну, он не появлялся до этого, то я бы смог это сделать. Давай проверку дрезины запустим задание, а потом мы чье-нибудь выступление выберем. К сожалению, локомотив нам не завести, но к последнему вагону была прикреплена дрезина. Мы могли бы использовать ее, чтобы выбраться отсюда. И мы поедем навстречу заходящему солнцу, да ладно. Если дрезина сошла с рельсов, мы не сможем вкатить ее на пути под свистом пуль этих головорезов. Что если она не сошла с рельсов? Во всяком случае, дрезина — это еще не все. В последнем вагоне ехали верховые лошади. Так что теперь? Это паштет. Даже если некоторые лошади пережили катастрофу, их, вероятно, забрали эти бандиты. Таким образом, вместо того, чтобы проверить это, вы предпочитаете сидеть здесь без дела? Как насчет вас? Вы ожидаете, что все будет сделано за вас? Спокойно, девочка, и так каков план? Я так понимаю, если я выберу спокойно, девочка, то получим мы следующее. Его боевой дух поднимется, потому что он все время ее перечил, и мы продолжаем как бы перечить, да? Ну, упадет общий боевой дух лагеря и к нему отношения. И, кстати, задание, я так понимаю, у нас не запустится. А если мы выберем и так, каков план, то, соответственно, запустим задание, повысится боевой дух лагеря, они как бы воодушевятся, что, типа, есть план, да, есть какой-то шанс на то, чтобы спастись. Поэтому давай, наверное, выбирать всегда вот так. Итак, каков план? Нужно заглянуть в последний вагон и проверить состояние лошадей и дрезины. Только и всего. И так много всего. В таком случае лучше иди одна. Большая группа привлечет внимание головорезов. А именно Мария должна идти туда. А Мария хочет проверить заднюю часть поезда в одиночку. Ну, окей, я же говорю, у нас женщины-амазонки тут. Они будут ходить даже там в дрезины поднимать на рельсы. С бандитами сражаться. Так, одной ногой в могиле кто? Кто одной ногой в могиле? Аааа, Софья Петровна наша, наверное, одной ногой в могиле. Есть же у нас, смотри, выступление Марии, Сергея и Григория. И одной ногой в могиле, она же там, у нее описание до этого было, что она там старушка, выглядящая, как будто одной ногой в могиле. Я так понимаю, это продолжение ее истории. Нет, давай на этот раз посмотрим выступление Марии. Она тоже интересный персонаж. Я умоляю вас, помогите мне. Завтра мы должны вернуться туда, искать Петрушу. Петя, это твой брат, он был носильщиком. Он существует, он носильщик. Боже, я оставила его там одного. Мария, нет никаких шансов, что он пережил катастрофу. И даже если бандиты каким-то образом вытащили его за обломков и не убили в поисках его, мы подвергаемся большой опасности. Вы оставите невинного мальчика умирать? У нас недостаточно оружия, у нас нет припасов, мы ничего не знаем об этих мясниках. Выходить на поиски неразумно, по крайней мере до тех пор, пока мы не будем лучше подготовлены. Он определенно хотел бы помочь в этой ситуации. Конечно, мы можем сделать что-нибудь сейчас. Прежде всего, мы должны сохранить силы. Вы не поможете ему, будучи мертвый или больной. Это замечание относится ко всем нам. Давайте набираться силы и избегать борьбы. Давайте, не бросаться в глаза. Ну и отлично, смотри, ко всем прям отношения просто поднялись там на десяточки, на двадцаточки. Хорошо провели. То есть, да, это хорошая тема, вот эти вот выступления их, раскрытие их персоналей. У нее кто? Брат какой-то, я так понимаю. Кто такой Петруша? Он в поезде был, да? Наверное, рейтегаты убили его. А там кто знает, да? Так, а почему-то у этой три очка действия. А почему? Потому что, наверное, боевой дух высокий, да? Высокий боевой дух позволяет восстанавливать баллы действия, утраченные утром из отрицательных статусов. А насколько он должен высок быть? То есть, у нее три статуса отрицательных, да, как бы должно было остаться два балла действия. Но из-за того, что боевой дух 45, у нее добавилось очко действия. У этой 51. Так, смотри, у этого всего лишь... А, ну да, так и будет. А, смотри, у нее 52 боевого духа. А как это работает? Кто-нибудь мне объяснит, как это работает? Почему? Почему у Софьи негативных статуса три? Соответственно, у нее должно было два балла действия остаться, потому что каждые два негативных статуса убирают один балл действия, который может добавиться утром. Но у нее три балла действия. Боевой дух 45. У Сергея два негативных эффекта, то есть то же самое, как бы, да? Должно было два очка действия остаться, но у него два и осталось, при этом дух у него больше, у него 52. Как это работает? Что-то я не понимаю. Да, у этого очень-очень-очень мало здоровья отнимается, поэтому ничего страшного, но я боюсь, что это действительно какой-нибудь некроз или заражение, у него там инфекция разовьется в руке, в его ране. Так, давай, мой друг, приступим дальше, 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 дальше. Поим всех водой. Всем вода нужна, да, всем, кроме Сергея Иванова. Всем остальным нужна вода. Вы, видишь, как хорошо мы водичку накрафтили и всех напоили. Отлично, дальше всех кормим. То есть такой у нас завтрак, завтрак перед насыщенным днем, да? Кстати, ну что нам с кроликом там? Кролик там бегает. Так, ренегата у последнего вагона, хвост поезда. Окей, значит, туда мы не доберемся. А, вот там задание как раз у нас есть, да? Ладно. Ладно. Пойдем куда-нибудь в другую область лутать. А вообще-то, может, лутать что, не будем? Хотя, наверное, надо, легкий снег. Что у нас с переохлаждением? Так, Софья, ты что постоянно переохлаждаешься у нас, а? Что-то плесени у нас много. А, наверное, налутали, да? Так, сколько тебе добавить надо? А, вообще, подожди-ка. Суп, суп, суп. Он же убирает у нас там эту... Замерзание, по-моему. А, нет, улучшает пищеварение, повышает боевой дух. А, ну, боевой дух тоже хорошо повышать. Так, во-первых, давай фильтруем воду. Так, тыловики, давай ты у нас будешь воду фильтровать. У тебя очков в действии больше. А женщины у нас пойдут. Пойдут в рейды. Так, далее. Делаешь вкусный суп. Так, а у нас закончились эти самые... О, корешки съедобные. Ну, давай, ладно, забросим зверобой, наверное. И корешок. Вообще, есть разница, с чего делать? То есть, корешок с корешком, как мы в прошлый раз делали, или корешок со зверобоем. По идее, должен быть лучше... Должна быть лучше еда. 56. По-моему, столько и было. Я просто думаю, он уменьшается от использования костра. А, нет, подожди, как 56? Было 58. Да, то есть у нас, получается, изнашиваются... Наши крафтильни всякие. То, что мы из крафтили сделали. У нас, получается, постоянно изнашивается, да? 56. Сколько сейчас? 56. Возможно, оно не от использования, кстати, даже уменьшается, а просто от времени, да? Понятно. Так, мало супа готовите. У нас четверо, а супа три. Кстати, а почему у них тут еще постилок больше? А, так может, мы сможем Петрушу найти? Ее брата, смотри, у нас еще вот постилка, и вот постилка. То есть, мы же можем в шестером выживать тут? Что, можем реально кого-то найти? Ну, я у поезда был-то в прошлый день, никого там не нашли. Или надо это в первый день идти, да? Может, там уже все поумерли, не дождавшись нашей помощи. Так, тебя кормим супчиком, чтобы ты у нас не замерзала. Вот, отлично! И костер не нужно разжигать, мой друг. Отлично, все, убрали у нее переохлаждение на следующий день. Возможно, кстати, еще возникнет из-за того, что она сейчас в рейд пойдет. Ну, это мы посмотрим. Так, и ты у нас сильно голоден. А ты у нас чуть-чуть голоден. Тебя можно тараканами каким-нибудь покормить. Не, на самом деле, может быть, грибы принесем. Так, очень сильная усталость у них. Что это дает? Так, немного теряет боевого духа и здоровья ночью. Ну да, они уже теряют здоровье. Это пока не теряла Мария. Так, давай пойдем, наверное, в рейды. Нет, подожди. Давайте попробуем эту штуку скрафтить, посмотрим, из чего она крафтится, что нам нужно, какие ресурсы. Так, 5, 6, 8. Так, это будет неэффективно. Будет эффективно вот так сделать. Так, это я солидно делаю? Да, это солидно. Будем сделать солидно, потому что временно очень сильно ухудшает качество, я так понимаю. Так, мы сейчас видим качество. Вот сейчас мы и проверим это. Так, идите сюда. Идите-ка сюда. Вот столько качества мы получим за солидно. А вот столько качества мы получим за временно. Мой друг, ты видишь разницу? Разница просто колоссальна. Я так понимаю, если уйдет у нас полоска сюда до минимума, она постоянно будет уходить, я так понимаю, из-за изнашивания со временем, да? То у нас сломается это укрытие, разрушится, и мы будем заново крафтить. Я правильно понимаю? Наверное, да. Ты смотри, разница какая. Колоссальная. Конечно, делаем. У нас есть материал. Сейчас еще пойдем налутаем. Вот видишь, мы теперь знаем, что нам лутать нужно идти. Девчонками нашими нужно лутать... В смысле, что не хватает? А, хвои не хватает. Еще хвои нужна. А, окей. Вот мы и знаем, что нам нужно. Нам нужен материал и хвоя. Так. А как бы я мог посмотреть дальше, что там крафтится? А, я не могу увидеть, с чего он крафтится, да? Понятно. Что ж, идем в рейд. Идем в рейд, снаряжаем нашу девчачью экспедицию. Обалдеть, у них по три очка действия. Да сейчас они там налутаются так, что офигеешь. Так, у них потребностей там нет никаких, отправляем их в рейд. А я что, здесь не был в этом лесу еще ни разу, да? Так, тряпка немного. Тряпка много. Вот сюда можно сходить. Тряпка немного. Холст немного. Здесь мы вообще не были. Но нам хвоя еще нужна. Хвоя много. Так, опасный. Ну, давай сюда пойдем. Мы тут еще не были никогда. Что, мы кройка поймали? Нет, это какой-то олень. Клыки в чаще. В тени елей на берегу лесного ручья, стекающего тонкой струйкой по крутому склону, вы видите кабаргу, маленького таежного оленя с причудливыми клыками. Это прекрасная возможность принести в лагерь свежее мясо. Да? Оставьте зверя и тихо отступайте. Попробуйте подбежать и схватить животное. А, что, бывают олени с клыками реально, что ли? Или это у них галюники? Так, вроде, у них нет галюников. У них там все потребности, более того, удовлетворены. А отступать мы будем куда? В лагерь? Наверное, не будем мы хватать его. Что-то меня как-то это настораживает. У нас, как бы, мой друг, у нас с едой все в порядке. То есть, как бы, мне рисковать? Нафиг. Две женщины. Леня. Я просто, знаешь, что боюсь больше всего? То, что выбежит разгневанная мамаша этого оленя. И клыками нас закусает. Давай мы его оставим. Пусть живет. Мы добрые. Мы женщины, мы добрые ко всем животинкам. Скоро мы копья луки сделаем. И будем их всех гасить. Но то потом. Пока мы будем их отпускать. Вы отступаете, не испугнув к баргу. Возможно, позже вы вернетесь сюда лучше подготовленными. Ха, видишь? Мы правильно сделали. Нужно лучше подготовиться. Прежде чем его нападать. Ты понял? Отлично, хвоя. Нам она и нужна. А может вот так можно отсюда кормить вас? Нет, нельзя. Окей. Нельзя, короче, их кормить. Я не знаю, как это делать. Вроде как нельзя. Так. Сверобой. Средний уголь немного. Нам это не надо. Так. Здесь ламповое масло есть. Хвоя много. Рискованный. Тряпка много. А почему здесь показывает, что рискованное, а здесь не показывает, какой уровень? А, потому что здесь тень войны. А я так понимаю, это край карты, да? То есть здесь нижний, да? То есть все. Сюда, сюда нельзя уйти. Это нижний край, а верхний, вероятно, здесь. То есть вот это вот, вероятно, у нас карта такая, да? Территория. Ну, кстати, большая. Попробую до сюда добраться-то. Теперь видим, да? Так, одно масло ламповое. Отлично. Два холста. Отлично. Тряпка. Отлично. Семь хвои. Отлично. Просто замечательно. Вот это все то, что нам нужно. А нет, подожди. По-прежнему не видно. А здесь видно, что опасный. Опасный. Средний. А здесь не видно никакой сложности. Может, там ренегаты засад у нас устроили? Почему не видно сложности? Опасный. А наводишь, не видно. Здесь тоже не видно. Где-то пишет, где-то не пишет уровень риска. Опасный. Так, давай, нам там тряпки и шнурки нужно будет. По-любому шнурки. Так, кстати, у нас есть вероятность потеряться. Вот, шесть тряпочек. Отлично, мой друг. Шнурки нам нужны. Там будут верстак крафтить. Будем так. Вероятность потеряться 6%. Максимальное увеличение 20%. Ну, вроде как нормально. Пока что нормально. Здесь мы не были в этот раз. Да так. Тут тряпка немного. Глины немного. Нам это не нужно. Вот здесь холст немного. Гриб средний. Отлично. Грибы есть. Нам грибы нужны. Нам нужны вообще-то корешки еще. А, ну грибы там сойдут тоже за корешки. Это я для чего? Для супа. Суп варить. О, гриб и овощ, и гриб, и трава. О, он вообще все заменяет. То есть гриб это вообще самая-самая-самая имба, что здесь есть. А здесь грибов средний как раз. Отлично. Идем сюда. А вероятности заблудиться как раз-таки нет. Давай, обыскиваем. Мой друг, вообще отлично у нас все идет. Просто великолепно. Вот шесть шнурков. Шнурков у нас уже просто миллион. Блин, грибов не так много нашли, как бы хотелось. Так, холст немного. А сколько бы там холстов тряпок? Семь тряпок, два холста. Ну, хотелось бы, конечно, побольше. Хвоя. Хвоя хватит, но потом она больше не останется у нас. Хвоя много, а холст немного. Давай попробуем сюда. Средний риск. А что будет, если переместиться на регата? А, ну да, нам же говорили, там запустятся события столкновения с ними. Окей. Так, один холст нашли. Семь хвои, отлично. За этим я сюда и перемещался. Так. Тридцать процентов вероятность заблудиться, потеряться. Вообще, мы можем хитро сделать. Мы можем сейчас пойти в лагерь. Разгрузить все это, да, и снова пойти в рейд. Но вообще-то, в принципе, у них очков не так много. А я имею в виду, когда они выйдут из лагеря в новый рейд, у них по одному очку отнимается. Соответственно, одну очку только у этой останется. Это очень неэффективно. Блин, не хочется рисковать. Давай вернемся в лагерь, пожалуй. Тридцать процентов, довольно большой шанс потеряться, заблудиться. Давай, возвратимся. Нам эти очки пригодятся и в лагере. Нам эти очки пригодятся сейчас и в лагере. Так. Все, что у них сейчас есть, это сильная усталость. Нам нужно это ликвидировать в первую очередь. Так, у этого небольшой голод. В принципе, можем суп приготовить, напоить его супом, да? В принципе, да, у нас вода есть. А, давай-ка, чувак, ты сам себе суп сваришь. Там две порции на следующий день останется у нас. Нормально вообще. Может, суп такой больше дает? Порции, например. Вообще, можно не суп, можно какой-нибудь травяной чай сделать. Я думаю, он хоть хотя бы сколько-нибудь пищи даст ему, да? При этом... При этом, при этом, при этом... Мы сэкономим на воде немножко. Давай попробуем. Вот, чай из зверобоя. Давай, свари. А, меньше даже два. А, то есть, сколько воды мы туда тратим, столько получаем порций. То есть, суп обычный, он будет четыре порции давать. Ясно, сколько воды, столько порций. Эээ, давай. Блин, ему этого не хватило. Значит, он не насыщает. А, напиток, смотри, это даже не еда. Написано напиток. Черви. Ну, чувак, значит, ты голодный, наверное, останешься, я не знаю. Нафиг я этот напиток скрафтил. Среднее падение перехлаждения и жажды. А, это вместо воды. Блин, это вода. Которая еще и перехлаждение убирает. Так. Давай поближе к делу. Теперь у нас хвои хватает. Теперь у нас всего хватает. Так, у тебя нет очков действия. У тебя есть очки действия. Так, давай подберем тебе пару. С кем меньше у вас падения духа будет. Вот. Отличная тебе пара. Вы оба молодые. Давайте там вместе строите. Солидное укрытие нам. О, какая штука. Смотри, как это смотрится. Какая-то меховая постилка. Так, отношение к нему улучшилось у всех. Портной. У этого персонажа есть шанс восстановить РА из шитья одежды и сумок. Я до сих пор так и не знаю, что такое РА. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если кто-то знает, что такое РА. У нас шитья одежды и сумок. Мы можем одежду шить? Да ни хрена себе. У нас у Софьи Петровны РА восстанавливаются от готовки, а у этой теперь от шитья восстанавливаются РА. Мы нашли способность. Что такое РА, вообще непонятно. Так, и что у них убирает от этого усталость? Или как усталость нужно убрать? Их класть сюда нужно, да? Так, и что? Нет, это мы крафтим. Это мы крафтим. Наверное, крафтить дальше нужно. Постилка позволяет отдохнуть и уменьшить усталость героев. Дополнительно каждый персонаж в лагере восстанавливает усталость за каждый неиспользованный балл действия. А, если мы оставим их с неиспользованными баллами действия, то они восстановят усталость. Сблокирует действия отдохнуть. Дополнительный инструмент. А, все, понял. Действия базовые. Можем ремонтировать. То есть улучшить качество, да? Сразу. Ну, я хочу посмотреть, сколько мы сможем там поднять. Просто глянуть одним глазком. Так, шишек этих хвои не хватает нам. Допустим. Блин, у нас... У нас вообще ничего не хватает. Нет, хватает. Все нормально. Глину можем использовать. Да, смотри, сколько добавляет. Получается где-то 20% примерно. Так, это я просто хотел посмотреть. Мы это, наверное, делать не будем. Хотя можно, по идее, сделать. Сон. 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 А как его сделать, этот сон? Сон. Просто отдохни, забудь о трудностях жизни на мгновение. А, это действия? Сон. А, ну у него нет очков действия, но он может отдохнуть. А, то есть одного персонажа я какого-то могу сюда отправить на сон, да? Я правильно понимаю? Только одного. Тут же столько места много. Или по очереди должен отправлять их на сон. Давай посмотрим, что еще можем скрафтить там. Простое покрытие. Обеспечивает всех в лагере небольшой защитой от ветра. Изолированная постель. В укрытии могут отдыхать одновременно два человека в течение дня. Отлично. Короче, это на одного... Ну как отлично, это плохо. Но мы можем улучшить, да? Двое человек сможет отдыхать. Дополнительно отдых уменьшает еще больше усталости. Ага, вот это нужно делать. Это и больше усталости снимает, и смогут двое отдыхать. А у нас вообще все четверо уставшие. Дополнительный слот к действию отдохни. Улучшает действие отдохни. Одеяло улучшает действие отдохни. Дополнительно уменьшает замерзание. Немного поднимает моральный дух персонажа. Неплохо. Улучшенное покрытие. Поднятые нары. Благодаря поднятым нарам три человека в день смогут без помех отдыхать в укрытии. Также еще больше отнимает усталости. У них уменьшает дополнительный слот. Так, а это у нас еще дополнительная защита от ветра и мороза. Нам нужно изолированная постель делать. Так, дерево, четыре. А можем вот деревянный пень. Он сразу четверочку добавляет, один. И нормально. И в принципе можем четыре хвои использовать. Четыре палочки. Вон смотри, пень какой топливный. Смотри, какое топливо. Как от масла лампового. Даже больше, наверное. Так, а есть разница из чего строить? Например, из хвои? Или из древесины, из этого пня? Есть ли разница? По качеству я имею ввиду. Например, вот такое качество у нас. Давай вот тебя выберем. Вот такое качество. Так, если я меняю на пень. Нет, это разница никакой. Не имеет. А если вдвоем строим, то качество не улучшается. Понятно. Так, где там Мария? Вы отлично строите вместе. Давайте из пня. Нет, 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 нет. Отставить не из пня. Из палочек пень. Мы лучше в огонь бросим, если что. Все, делаем солидное. Ха-ха. Мой друг. А в следующей серии будем уже крафтиль невероятно какие-то делать и так далее. Сейчас мы их, смотри, все первичные потребности полностью удовлетворим. То есть у них осталась потребность сна. Единственная неудовлетворенная. Ну, там рана, ладно. Рану тоже полечим. Можем ли мы сделать... А нет, не можем. У нас одно очко действия только у Софьи Петровны осталось. Мы не можем нары сделать, чтобы могли втроем они отдыхать. Окей. А кого двоих мы отправляем? Ну, наших лутальщиц, женщин. Они первые у нас пойдут отдыхать. Кто же еще? У нас полностью матриархат установился. Женщинам все в первую очередь. А мужчины так уже на побегушках, на подхвате. Так, очко действия одно осталось. Давай-ка мы... В принципе, что мы можем делать? Можем сугроб на мастерскую разгрести. Или можем накрафтить еды на следующий день сразу. Давай мы лучше еды накрафтим. Да, кстати, ты же у нас повар, тем более. Вот давай займись своими поварскими обязанностями. Вода у нас 3 воды. А, у нас мало воды. Тогда воду нафильтруй. 9 воды, отлично. А на следующий день мы сварим суп. Будем их кормить, но уже не вкусный. А вот такой суп, где 4 воды требуется. Я так понимаю, мы 4 порции получим. И сразу всех четверых накормим. Здесь никаких проблем не будет. У нас постоянно один голодает, потому что мы 3 порции можем супа сварить. Ну и все. Собственно, все очки. Давай завершаем день. Ой, блин, я забыл отправить на отдых этих чуваков. Нельзя никак отменить. Я забыл на отдых отправить. Мы же скрафтили эту штуку, блин, чтобы двое у нас отдохнули. Блин, забыл. Поспешил, ладно. Мечта Марии одной ногой в могиле. Это ее история Софьи. Это мечта Марии, ее история. А давай мы начальные истории, наверное, посмотрим всех остальных. Выступление Сергея. Вы возвращаетесь с фронта, солдат. Я? Я не солдат. Возможно, ученый или священник Батрак не может путешествовать в купе поезда. Я признаю, что в нашей ситуации я был бы очень рад присутствию какого-нибудь военного. Эх, это мое прошлое. Мое подразделение перестало существовать. Ведь бои все еще продолжаются. Верите ли вы, что Временное правительство вскоре подпишет соглашение о прекращении огня? Он может подписаться то, что хочет. Придут другие правительства, которые порвут бумажку. Война, вероятно, никогда не заканчивается. Меняются только поля битвы и знамена. Черт бы побрал все это. Он такой разочаровавшийся во всем, во всех в жизни такой молодой человек. Ну, отношение поднялось к нему. Демоны прошлого, это, я так понимаю, его. А давай про Григория посмотрим начальное. Позвольте мне представиться. Григорий Дмитриевич. Как я думаю, у никого из вас нет квашеных огурчиков? Ты серьезно спрашиваешь? Ты понимаешь, в какой ситуации мы находимся? Пьяница. Ну, это было изначально понятно, что он пьяница. Он пьяный изначально был. Этот персонаж любит заложить за воротник. В состоянии трезвости он может потерять боевой дух, когда же пьяный его дух возрастает. Но мы там водки налутали. Можем как-нибудь его и напоить, если боевой дух будет падать. Надо не забыть такую возможность. Конечно, я понимаю, мы чертовски далеки от ведокуренного завода. Но что этот колит у меня в боку? Ой, детка, иди к своему дяде. О, водку добавили. А, он водку нашел у себя там. Так. У нас все отлично, мой друг. Мы удовлетворили их потребности. Ну, удовлетворили бы, блин, если бы я их положил спать, я забыл. Может, у них вот так отнялось? Из-за того, что, как бы, эти кровати есть у них в лагере вообще. А, нет, не отнялось, но оно не усугубилось. Также над прежним уровнем осталось. Отлично, значит, в следующей серии нам надо не забыть это сделать, положить их спать. Ой, вообще ясная погода, отличная. Значит, пойдем, пойдут девчонки у нас в рейд. Но это сделают они в следующей серии, мой друг. Ставь лайк, если понравилась данная серия. Ставь дизлайк, если что-то не понравилось. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию. Или отписывайся, или все это, мой друг, неинтересно. Как мы у этой серии? Отлично, просто замечательно. До встречи в следующей. Пока.